Здравствуйте, коллеги. Главный тренер Спартака Гильермо Абаскаль. После матча с Ростовом, Гильермо, пожалуйста, ваш комментарий по игре. Доброе утро. Комбратуляции и релизации. Я думаю, что вы меридели результаты, но мы должны быть очень украшены. Мы должны быть очень украшены. Я поздравляю, прежде всего хочу поздравить ребят. Они молодцы, они заслужили эту победу, но мы должны, конечно, злиться на самих себя. В первом году мы должны сделать много лет. Я знаю, что это будет конкурсия для всей работы, но мы не можем прощать много моментов с ракурсом в campo, в campo, в campo, в campo. И не быть амбицированными и потерять гол, как мы потеряли в первом году. На мой взгляд, в первом тайме мы должны были забивать больше голов. Конечно, Галейт является следствием той работы, которую мы проводим на поле. И после тех отборов, которые мы совершали на половине поля соперника, мы должны, конечно, иметь больше амбиции, больше желания, чтобы делать что-то крупнее. Если у нас было достаточно голода, мы бы не имели вот этих последних десяти нервозных минут, поэтому будем над этим работать, чтобы иметь спортивную злость и голод. — Пожалуйста, вопросы. Александр. — Гильермо, добрый вечер. Поздравляю вас с победой. Ну, у меня вот сегодня такой, даже больше не вопрос, наверное, может быть, вы ответите такой реплика. Вы знаете, что вы находитесь под критикой постоянно? То есть в прессе существует, так сказать, критика вас. Вы знаете об этом? То есть вам говорят, что вас, так сказать, критикуют за игру? — Ну, в современном мире технологичном очень сложно было бы не знать. — Да, да. Есть предвзятая критика, огульная еще называется по-русски, предвзятая. А есть конструктивная. — Ну, вот все-таки все, кто критикует, есть там у них большая доля правды. То есть больше она конструктивная, чем огульная. Потому что вот сегодня это показал матч, что Спартак, вы правильно сказали, что он должен был в первом тайме все решать, забивать четыре мяча и снимать все вопросы, а не доводить вот до такой нервной концовки. И вы понимаете, что как бы вот те люди, которые будут писать, они будут говорить, что ну все-таки те замены, которые, может быть, вы делали, тот ход игры, который был во втором тайме, все-таки это тут тренерские какие-то должны быть решения, чтобы то, что отпускать 2-0 и иметь столько возможностей, ну, понимаете, да? То есть как бы что вы скажете? Прокомментируйте, пожалуйста. Это мой такой, скажем, или вопрос, или просто реплика. Смотрите, мы были первые критики, это очень позитивно. У нас есть высокая критика для того, чтобы мы не соответствуем. И у нас есть эта реплика, которую я хочу посмотреть сегодня на наших игроках. Да, но прежде всего хочу сказать, что критики у нас достаточно и внутри, потому что мы самокритичны, и мы ставим очень высокую планку для самих себя, и разговариваем постоянно на это, и ставим такие же стандарты высокие для футболистов тоже. С другой стороны, говоря вот о второй части вашего размышления, когда хорошо идет игра, очень сложно выходить на замену с скамейки, потому что те, кто находится на поле, у них все получается. То есть, это было сложно улучшить что-то, с этой точки зрения нам нужна была больше физика и свежесть. А что касается критики, чем больше говорят, тем лучше. Те, кто раньше говорил хорошо, говорят плохо. Если мы выигрываем два матча, снова говорят хорошо. Но внутри плята, там есть Торо и Тореро. Да, но на площади, как известно, есть Ториадор и Бык. Поехали, и все остальные хотят убить. Поэтому не убивает тебя, не Бык. Мы оставили быка живых. Сегодня мы оставили быка живых. Поэтому мы очень, очень, очень злы. Что касается конструктивной критики, да, то я начал эту работу, когда мне было 22 года. И с того момента я в этом отношении учусь многому. И я никогда не перестану этого делать. У нас двое ушей. И есть рот. И поэтому чем конструктивнее критика, тем я считаю лучше для меня. И поэтому нужно иногда прислушиваться к определенным мнениям. И прислушиваться к тем, кто обладает определенными знаниями, а не тем, кто сидит из дома. на своем телефоне, что-то смотрит и печатает. Поэтому я всегда принимаю конструктивную критику. Потому что это часть процесса. Спасибо за реплику. Вопросы. Артем Калинин, пожалуйста. Я как раз хотел с победой, во-первых. Я хотел спросить в продолжение. Вы сказали, что нужна была физика и свежесть. Бросился в глаза эпизод, когда Мозес получил прекрасный пас, по-моему, от Промеса. Я не помню точно. И, во-первых, запорол отличную атаку, отдав точно в ноги сопернику. И еще не побежал назад. Это человек, который вышел побегать на 7-8 минут. Как вы это объясните? Может быть, у него есть проблемы с мотивацией? Он пришел именно для этого. Он пришел именно для этого. Он пришел для того, чтобы сделать моменты. Для моментов большого шанса. И он пробовал. Он пробовал пасаж. Да, но он вышел именно для этого. То есть, у него была цель создавать моменты, чтобы эти моменты, хорошие моменты появлялись. Да, но он ошибся. Но его седимент был для того, чтобы держать пас, чтобы прогрессировать с пасом. И, понимая, что Ростов – это команда, которая поддерживает очень высокое, чтобы поднимать пасаж в глубоком, как мы могли сделать два или три. Поэтому его задача на выходе его на поле была контроль мяча. Чтобы мы продвигались с мячом, владея им. И, понимая, что линия обороны Ростова достаточно высокая, мы могли иметь проникающие передачи, которых, в принципе, они у нас и были там. Две-три точно. Роман, пожалуйста. Гильерман с победой. Хотелось бы узнать про травмы Зобнина, Джики Умярова и простуду Бабича. Ну, когда они будут готовы вернуться, работать в полную силу. Ну, про каждого конкретно. Бабич, вот сегодня, утром. Фебра, ангина. Да, у него там ангина, в общем, горло заболел. Это вот у него температура, у него сегодня попали. Умярова, у него есть почти, потому что у него есть fastidio musculare, что, конечно, нам понадобится 2-3 дня. Я думаю, что он будет готов. Джики очень и очень близок для того, чтобы уже тренироваться в общей группе. Я думаю, что на этой неделе момент этот настанет. Роман, он сказал, что он слышал спазм. Что касается Романа, он сказал, что он там спазм почувствовал. Мы все время подготовили, я видел, что Роман 3 лет назад. Мы готовились к этому матчу очень серьезно. Я видел те матчи, которые он проводил на такой позиции, 3 года назад. И он действительно до момента получения травмы проводил матч великолепно. Поэтому мы надеемся, что как можно скорее вернется в этот матч. и он будет тоже помогать нам, потому что его опыт, в том числе на фланге, они очень нам необходимы. Я понимаю, что когда он играл раньше на позиции крайнего защитника, там было схема в 5 защитников, мы играем в 4, но тем не менее его опыт, его понимание футбольное помогут ему в этом отношении. Спасибо, Роман. Давайте два вопроса еще Владимир, потом вот на втором ряду. С победой я к Артему присоединился по поводу Мозеса. Он, к сожалению, не один раз ошибся, а четыре, на мой взгляд. И мы до этого с вами говорили о том, что его хорошо все-таки во втором тайме подпускать, он может подержать мяч и помочь действительно в этой ситуации. Ну, то ли скользко, то ли холодно, но я боюсь, что как-то не настроился, потому что с его мастерством он так отыграет просто. Первое? Ну, я не думаю, он хотел, он хотел бы сделать две скаты, которые две, знаешь, когда ты едешь в одной партии, что они уже были в 83-84, он в поиск, он не хочет идти в 20 лет, он делает две спринги, он хочет иметь масса большого масла, он хочет иметь время, он хочет иметь время, он не хочет идти, он хочет иметь время, Возвращение в следующий раз может быть важным, но он не может быть виноват. Он очень хорошо обучается, мы уверены, он знает. На следующий раз он сделал сфору как третья-дрежная, а четыре, с одним игроком в меньшем, поэтому он может быть виноват. Я не согласен, что он не расстроился. Он вышел и совершил два хороших рывка, но надо понимать, что он выпускает на 83-84 минуты, не так много времени. Это не 20-летний игрок, который может выйти и сразу начать. Ему нужно определенное время, чтобы, учитывая мышечную составляющую и физику, ему нужно определенное время. Сегодня он старался, но в каких-то моментах это не получилось. В целом мы верим в Виктора, и он это знает. Давайте не забывать прошлую игру, когда он играл на позиции крайнего защитника в четверке, когда у нас был на игрокам меньше, это тоже нужно отдать должное. Спасибо, Гильермо. И по поводу Саши Максименко. Когда нам били пенальти, я себя поймал на мысли, что Саша опять не угадает, может не смотреть как-то. За многие годы он хороший матч в целом провел, и он выносил несколько раз опасно. Но пенальти он постоянно не угадывает. Может как-то в этом плане не угадывать, а иногда остаться на месте. Но это… Я всегда принимаю ваше мнение во внимание. Проанализируем мы в этот раз. Спасибо, заключительный вопрос. Гильермо, подскажите, пожалуйста, есть несколько стимулов у футболистов. Это финансовый стимул, есть моральный стимул в виде дерби, есть стимул исторический, как у Спартака, все-таки традиций. Сегодня был еще стимул – это игра против тренера сборной. Вот чего Спартаку сегодня, какого стимула не хватило или чего не хватало? А почему не хватало? Выиграли же. Ну, все равно по игре хочется яркости какой-то, да, вот хотя бы вот такой же яркости, как они играли первых 20 минут. Потом вдруг резко чик и перестало. Думал, все-таки может быть Карпин – это как раз и тот стимул, что они так заиграли прям ярко вот эти 20 минут. И вдруг потом резко раз и перестало. Да, для них это странно. Я не виделся, кроме того, как в Кальчо, что Сергей Скариолы, он ущерб университета, он университета, но они ущерб. Они университет, они университет. Я видел всех, когда они ущерб, когда они общались за социей, которые университет, они университет, это «кальчо». И не есть ничего, они уже предвыкликов, и если бы выяснили что-то, если бы выяснили что-то, или выяснили что-то, или выяснили что-то в последнее время. Мы не думаем, но и игроки, которые профессиональные. Мы строим командаем молодой команде, но сегодня не было обидований и фамилий, но они сделали полную команду. В паре пары, они строят структур, но с другими идеями, но с другими системами, которые намногоеют более кладем, но мы не думаем, но они не думают, Я думаю, с этой точки зрения, ребята, мы тоже не рассматривали. Вообще, на самом деле, ситуация в целом необычная. Я практически никогда не видел ситуации, когда тренер клуба является тренером сборной. Ребята встречаются. В целом, ничего такого. Хорошая атмосфера была. Перед матчем ребята прекрасно общались с футболистами Ростова, с которыми они являются партнерами по национальной сборной. Я представляю, если бы там был Кубок Мира, и ребятам нужно было доказывать что-то здесь и сейчас. Все профессионалы все понимают, поэтому здесь я не вижу ничего такого. В целом, у нас молодая команда, которая сейчас строится. Да, сегодня у нас были определенные моменты, которые мы не реализовали, но в целом у нас видна, уже начиная с матча с пари НН, видна идея, которая у нас сохранилась. То есть, та же новая система игровая, тем не менее, ребята прогрессируют. А вот то, о чем вы говорили, я думаю, особо никак не влияет. Спасибо, коллеги. Всем хорошего перерыва.